Добрый день! Вас интересует боль в суставах? Не могу сказать, что это хорошо, но хорошо, что вы нашли это видео. Что такое боль в суставах? Она возникает по нескольким причинам, и в зависимости от причины, соответственно, должны быть какие-то действия. Очень часто боль в суставах возникает при нагрузке и усиливается во время нагрузки. Как правило, она же усиливается при движении вверх по лестнице. Это боль в суставах, вызванная артритом. Артрит о чем говорит? О том, что любой из двух фильтров, печень или почки, или оба вместе, не справляется с очищением крови. Токсины остаются в крови, только вы нагрузили сустав, они пошли в сустав, появилась боль. Еще один вариант боли в суставах, когда они возникают после периода покоя. То есть вы посидели, вставать, а сустав болит. Вы поспали, вроде как вы отдохнули, вставать, а сустав болит. Вы болят, выходить не можете, вы должны расходиться. Ну, это боль другая, это явление артроза. То есть, когда ваш сустав плохо получает питание. И когда это возникает такая боль? Когда плохо работает печень. Это главная кормилица вашего организма. Ну, это в случае, если у вас хорошо работает пищеварительная система. А если с пищеварением у вас не все в порядке, если у вас плохой аппетит, если у вас регулярные вздутия, урчания, какие-то коликообразные боли, нарушения стула, то есть стул должен быть у взрослого человека с гарантией утром после сна и еще где-то вечером. Если у вас стул в другое время, не бывает утренний, это уже запор. Если у вас стул в другое время, в течение дня, это запор. Не говоря уже о том, что стул через день или через несколько дней. Если у вас кишечник работает более активно, то есть более 3-4 раз в день испражнения, то это уже явление поноса. В любом случае, в первом случае, когда есть запор, преобладает интоксикация. Во втором случае, ну, суставы голодные. Вот, поэтому вопрос, чем лечит боль в суставах? Ну, волшебная таблетка, убирающая боль. Если вы считаете, что в инструкции написано, что она улучшает работу печени и почек, принимайте. Если она улучшает работу пищеварительной системы, удаляет одновременно глистов паразитов, восстанавливает микрофлору, то есть проводит лечение дисбактериоза, пожалуйста. Если эти таблетки такими свойствами не обладают, они просто маскируют одно. Убирается боль в суставах, да, вы какое-то время можете без боли ходить. Но при этом никуда не делись ни явление артрита, ни явление артроза. Ну, бывают два процесса вместе, то есть когда сустав грязный, голодный, явление артроза, артрита. Ну, вы можете лечить разными способами. Можете спросить у того доктора, который лечит ваши суставы, занимается ли он этим, то есть выводит ли он грязь, или занимается он тем, что он накормит ваши суставы. Если он это не делает, ну, вы знаете, можете к кому обратиться, контакты вы видите. Обращайтесь, я провожу лечение и артрита, и артроза, и артроза артрита. И не даю вашим суставам измениться до такой степени, когда там анкелоз, заращение полости, и вы идете на пересадку суставов. Очень дорогое удовольствие. Пересадка одного сустава, по знакомству это 5, без знакомства, просто пошли куда попало, 10-15 тысяч долларов. Гарантии пожизненные не даются ни на один сустав, то есть пересаживают гарантии лет на 5, 7, 8, 10 максимум. И все, а дальше опять деньги, опять сустав, а таких суставов у вас больше 200. Если вы готовы вкладывать каждые 10 лет 2-3 миллиона долларов в том, чтобы ваши суставы меняли на более современные, более такие, они и болят действительно при этом. Пожалуйста, если вы хотите лечиться за более скромные деньги, телефонами вы видите, обращайтесь.